господи иисусе христе свиньи божий помилуй нас номер пятьсот шестьдесят три события дня за эпиграф матфея 12 30 кто не со мною тот против меня и кто не собирается мною тот расточает за 28 июня 2017 года но события какие были вчера приехали сергей пупков привез четверых которые приехали к нам из канады и буду брать интервью на сегодня тогда подробнее уже как ехали почему такую даль мать приехала и трое детей все это засняли интересно и уже его работал с нами в одном деле он сделал не так и предложил я ему что это работать и покрыть этот недостаток он согласился но жарко было мы с ним одинаково потели витки уносили от деревьев прямо внутри деревни но разблокировать кучу глина там деревья наросли как это мы делали по своему интересным события дня а в другом месте трое хлопцев маленьких я их сказал пока здесь стойте они там в подвал лазили без разрешения там опасно провода электрические могут быть и прочее в темноте сказал стоять пока я залез на второй этаж на балкон смотрю они что-то там делает уже что-то химичит как везде руководители такие дела там тараси у нас есть живой парень они железки взяли 4 черемухи которые может быть по 10-15 лет им стволы такие кору содрали с них повредили ну и у них ушел больше полдня я их клином клин выбивал там дальше растут клёны я показал их убираться рот идите и долбите их там как что из этого получилось это событие пилили деревья носили много много просто работы ветки подготовка если придет бульдозер бульдозера пока нет успеваем подготовку делать вот сейчас утро сейчас сколько 5 42 уже я закончил все просмотры роликов снял замки перенес перекопировал с нашего канала в мой мир а это каждый день мы ставим примерно 9 роликов и 9 под ними отзывы какие есть мы все это прошел а теперь вот какие события кто что писал михаил гордеев пишет бедный а человек и слепой не вижу ни одного кому можно было бы верить по печенье о моей грешной душе да и игнатий бренщининов предупреждал весьма вместо пророка на дьявола во плоти нарвешься о ком он говорил народ не на не знал не искал пророка это все в монашестве было там дьяволы все и скрывались все ереси арии не история архимандриты там тихий это все монашество все все ереси оттуда шли смуты убийство и заблокировали проповедь на две тысячи лет и мусульманство и советская власть и фашизм все на их совести вот нарвались на этих дьяволов во плоти сергей игнатов говорит спаси христос это не переписывается слава богу что у православных христиан не принято спорить а сказать слово по священному писанию и поставить на этом точку среди попов а не то что фасом их ими словесных овец нередко встречаются завистники недоброжелатели святых которым тянутся люди ощущая от них божью благодать роман н фроликов вот игнатий бренщинин и вынарвался на монахов и поверил им а потом сетовал об упадке монахов но к сожалению он по-монашески по комсомольски не называл грехов которыми больные монахи игнатий бренщинин и выражался общими фразами которые теперь каждый кто не считает евангелие не верит в бога евангелия объясняет так как ему хочется монахи современные объяснять эти обвинения монахов тем что не было непрерывной иисусовой молитвы которая является проявлением неверия в то что бог слава ему услышал нас после первых произнесений любых слов абсолютно правило вот роман дает сергей игнатов спаси христос исповедник православной веры игнатий лапкин очень талантливый и критично во свете библии разобрал стихи трехсот поэтов россии начиная от пушкина до высоцкого и оказалось что читатели избирательные они во всей полноте знают наследие даже известных поэтов эта работа не просто человека труд господа руками своего соработника на и показана юрий соболев мир вам игнатий тихонов еще в новом выпуске новостей вы подчеркнули взаимосвязь действия благодати на человека и его последующей открытости как раз на медне вчера вечером слушал беседу отца геннадия на деянии которые он помимо прочего довольно обстоятельно говорил об этом же действий в пример он привел ваше обращение духовное рождение венспился о чем сразу стало известно всему кораблю на котором вы служили к этому хотелось еще добавить так не кораблю каравану кораблей каравану фролов это был капитан нашего корабля а задорнов капитана ли как старший ли капитан всех флотилии там был вот неоднократно от нашего батюшки да и не только от него слышал о том что главным свидетельством миру должна быть наша добродетельная жизнь внутренне я несколько противился этому тезису ибо ведь главное свидетельство словом божиим а не личными добродетелями так как атеистов еретиков и прочих с такими качествами не счисла так я размышлял а вот недавно осенило это истина так я пришел к этому слушая одну из ваших sky бесед или событий дня почему люди обращаются после вашей игнатий тихонович проповеди да потому что своей жизнью вы подтверждаете каждое слово обращенное к слушателю как сказал паскаль блес я верю только тем свидетелям которые дали перерезать себе глотку хороший оратор может далеко увлечь за собой человека но если в определенный момент этот путь заканчивается несоответствием поступкам сказанному предыдущие не имеет цены а задача миссионера указать недалекий путь но высокий там где небесные кущи обители господни туда где реальность слова становится реальностью жизни жизни вечной то есть это как многое в православии двояка или даже трояка взаимосвязано слово и дело ведь об этом господь и говорит у матфея 23 3 и так все что они велят вам соблюдать соблюдайте и делайте многие по делам же их не поступайте ибо они говорят и не делают от того и оскудение нашей духовной жизни знание открыто исповедание свободное благодатное время но нет усилий над собой нет воплощения слова божья конкретной жизни отдельно взятого христианина как же мне поверят будь я хоть и трижды блестящим оратором никак молитвенно обнимаю храни вас христос вы как всегда показать наши ресурсы самый который у меня наполненный первый я стал это мой мир вот он тут видел уже наши проходят мой мир пожалуйста это тоже 3 перенесло ролик 1 что-то дважды а почему непонятно интересно знать теперь а почему а вот редактировать удалить вот так и далее наш форум еще 600 тем и канал видеоканал все это во свете библии во свете библии вот подписчиков 7183 что за подписчики всякие накручено никита дороги кажется лицо надо это непонятно виде глаза такое все я даже не пойму здесь говорится подписчики у кого у него подписчики или сама на что подписался наталья маханюк тоже не знаю и и вот показать какие сегодня у нас популярно это кощун серитиков 15 и экскурсия в бывший лагерь стан 24 ну и заключительное это православный библейский сайт и здесь 4124 ответа какие ответы ну вот тут на 55 папок разбито вопросы задают я отвечал их и вот посмотрим некоторые вопрос 241 открытым оком первый том что такое гнев чем он отличается от ярости ненависти как гневаясь не согрешать что при этом должно твориться в душе ответ гнев вложен человек для пользы чтобы не быть безучастными в своей жизни и к тому что творится вокруг сын человеческий я поставил тебя стражем дома израилевый ты будешь слушать слова из уст моих и будешь вразумлять их от меня когда я скажу беззаконнику смертью умрешь а ты не будешь вразумлять его и говорить чтобы остеречь беззаконник от беззаконного пути его чтобы он жив был то беззаконник тот умрет в беззаконии своем и я взыщу кровь его от рук твоих но если ты вразумлял беззаконник а он не обратился от беззакония своего от беззаконного пути своего то он умрет в беззаконии своем а ты спас душу твою языки или ты 17 19 с каким чувством должен говорить о беззакониях другого обречая его иисус гневался на парисея полисимеров когда жил на земле в нашей плоти марка 3 5 и возрел они с гневом скорбя об ожесточении сердца их ожесточение святые мужи сказали чрезвычайно много об этом чувстве совершенно безвольный человек безразличный ко всему может самоустраниться от всех дел совершая подвиг в тиши самоуглубление не видя того что вокруг него творится но писание нас так не учит то есть нужно смотреть святую библию что она говорит притча 12 16 у глупого тотчас выкажется с гнев его а благоразумность скрывает оскорбление притча 15 1 гнев губит и разумных кроткий ответ отвращает гнев а оскорбительное слово возбуждает ярость притча 19 11 благоразумие делать человека медленным на гнев и слава до него быть снисходительным к проступкам притча 19 19 гневливый пусть терпит наказание потому что если пощадишь его придется тебе еще больше наказывать его притча 22 24 не дружи с гневливым и не сообщайся с человеком вспыльчивым притча 24 жесток гнев неукротима ярость но кто устоит против ревности притча 29 11 глупый весь гнев свой изливает а мудрый сдерживает его притча 29 22 человек гневливый заводит ссору и вспыльчивый много грешит апельсиаста 79 не бой духом твоим поспешен на гнев потому что гнев гнездится в сердце глупых гневаясь не согрешайте размыслите в сердцах ваших на ложах ваших и утишитесь эфессианам 4 25 гневаясь не согрешайте солнце да не зайдет во гневе вашем якоб 1 20 ибо гнев человека не творит правды божией когда нам доступ открыт к священному писанию чтобы познать волю божию нам не нужно ничего придумать из прочитанных слов ясно что гнева опасное оружие так и влечение к женщине может быть оправдана спасением во христе деторождением и напротив того безудержная страсть губит того и другого нужно молиться и дух святой в сердце человека укажет меру гнева и ревность о святом деле притча 16 32 долго терпеливый лучше храброго владеющий собой лучше завоевателя города ярость ненависть для людей не созданы это потеря контроля над собой над ситуацией в душе должно представлять себя не только перед рисом божиим но вообразить что ты арестован и тебя допрашивать несколько костоломов в подвалах нквд так ли будешь себя вести как дома на кухне в чеченском плену очень тихо ведут себя герои в милицейской форме так по дракуловски ведущие себя с природными гражданами дома вопрос 242 открытым оком первый том что такое осуждение если я скажу что он курит пьет ругается блудит или он жадный злой завистливый и так далее то будет ли это осуждение многие думают что это не осуждение я думаю что осуждение но удержать от этих слов не могу наша жизнь вынуждает нас грешить ежедневно как удержать от этого ответ подробный анализ этой записки медленно но подведет нас к верному поступку ответу скажу кому скажу или чего можно ли без этого говорения обойтись про себя или нерасположенному человеку надо понимать что ее 36 17 суждение осуждение близки лучше не говорить промолчать повествование любое можно развернуть в рассказ и в осуждение евангелисты все говорят что иуда был предатель а ян креститель называет парисеев по рождению ими змеи матфея 37 увидев же иоанн молодых пари многих парисеев и садукеев идущих к нему креститься сказал им порождение ехиднины кто внушил вам бежать от будущего гнева может быть поэтому он их так назвал что они судили друг друга осуждали показывая что плох сосед и как праведен я сам его 20 16 змеиный яд он сосет умертвит его языки ехидны цель мысль конечный замысел вот что главное в разговоре о грехах другого апостол павел знал слова они осуждения не хуже пустынников так много написавших об этом грехе он пользовался таким словарем что его сегодня можно было бы привлекать за оскорбление чести достоинства и он бы из судов не вылазил разговаривая с одним из приближенных правителю чинов с волхвом елимой он при всех не оскорбил ли его сказал воскликнув деяние 13 10 о исполнены всякого коварства и всякого злодейства сын дьявола враг всякой правды перестанешь ли ты совращать с прямых путей господних ибо 1 и она 3 8 кто делает грех тот от дьявола потому что сначала дьявол согрешил для сего то явился сын божий чтобы разрушить дела дьявола эти слова похлеще чем сказать что человек пьяница и из ветвизвителя не вылазит а попытаться вразуметь этого несчастного языки 3 18 когда я скажу беззаконнику смерти умрешь а ты не будешь вразумлять его и говорить чтобы остеречь беззаконник от беззаконного пути его чтобы он жив был то беззаконник тот умрет без законе своем я взыщу кровь его от рук твоих но если ты вразумлял беззаконника он не обратился без законе совет без законного пути своего то он умрет без законе своем а ты спас душу твою в жизни пустынников описывается как они чтобы не осудить не сказать худого человеке прибегает к прямой лжи к долгосрочному обману считая такие повести видишь что эти чудотворцы совершенно не знали содержание библии не верили что бог и их будет судить по этой книге но библия это категорически осуждает потому что 1 и она 5 17 всякой неправдой есть грех я на 8 44 ваш отец дьявол и вы хотите исполнять похоть отца вашего он был человеку убийца от начала не устоял в истине его нет в нем истины когда говорит он ложь говорит свое его лжец и отец лжи притча соломона 19 5 лжи свидетель не останется ненаказанным а кто говорит ложь не спасется откровение 21 27 и не войдет него ничто нечистое никто преданный мерзости лжи а только те которым написано вагнцев книги жизни с ложью однозначно покончено так как христос есть истина ян 14 6 иисус сказал ему я есть им путь истины и жизни никто не приходит к осу как только через меня согласно указанных мест библии мы обязаны человеку сказать указать на его заблуждение на беззаконие но не выносить приговор осуждения суд божий подведет итог истины наши же слова могут быть ошибочны мы видим грех но не видим покаяние мы часто бьем по пустому месту по вчерашнему а человек быть может уже не тот он уже изменил отношение к беззаконию хотя быть может внешне он еще в стане врагов истины находится мы же говорим часто именно в виде осуждения человека так что лучше не говорить ничего поза глаза осуждающий подобен заразной мухи говорит ян златоус он сразу поражает троих себя того кто осуждает и того кто слушает это его молву осуждающего берегись страшись и убегает него он враг истины истина у бога и он и она еще не открыта татьяна капустина часто случается так в чем другого судил впадаешь в это сам да еще и в худшей варианте благослови господи татьяну берегись осуждения повествование без гнева не осуждение опасно то чтобы вы заранее знаете что осуждаете и продолжаете грешить осуждая того же матерщинника на это писание возвещает следующее яков 417 и так кто разумеет делать добро и не делает тому грех римлян 14 23 а сомневающийся если ест осуждается потому что не поверь и а все что не поверь и грех осуждать говорить что таковому и прощения нет что он окончательно погиб уже приговор ему вынесен это принадлежит богу но не нам разокония 17 6 по словам двух свидетелей или трех свидетелей должен умереть осуждаемый на смерть не должно предавать смерти по словам одного свидетеля при том если говоришь о другом и знаешь что этого нельзя значит сердце уже судить тебя 1 и она 3 20 ибо если сердце наше осуждает нас то кальми паче бог потому что бог больше сердца нашего и знает все римлянам 2 1 3 и так и извините ли ты всякий человек судящий другого ибо тем же судом каким судишь другого осуждаешь себя потому что судя друг судя другого делаешь тоже неужели думаешь ты человек что ты избегаешь суда божия осуждая делающих такие дела и сам делая тоже сколько сказано вот все на этом пока